Добрый вечер! Прямо сейчас расскажем о главных событиях нашего региона. Вы смотрите новости дня в студии Михаил Карин. Партнер программы – оконная компания «Сок». Продажа и установка пластиковых окон и дверей в Оренбурге. Оконная компания «Сок». Качество проверенное временем. Оксакова 28. Телефон в Оренбурге 306666. К новостям. Смотрите сегодня выпуски. Чем сегодня живет село? Уборка урожая, заготовка кормов. В Сорокташском районе – День поля. Инфорум и прямая линия с главой региона. Подготовка к масштабному политическому событию на финишной прямой. Реагирует на жалобы, проверит подготовку. В Оренбурге работает представитель Центра избиркома. Кто быстрее может накопить на жилье? В рейтинге регионов Оренбург в самом центре. Интерактивные технологии и синхронный перевод. Оргкомитет форума «Евразия Глобал» о последних приготовлениях. Работа не для слабонервных. Завтра профессиональный праздник отметят следователи. Уборка урожая, заготовка кормов, реализация госпрограммы развития сельского хозяйства. Об этом сегодня говорят на выездном заседании. В Сорокташском районе на территории сельскохозяйственно-производственного кооператива «Колхоз Красногорский» проходит День поля. В работе совещания аграриев принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора. Денис Паслер. Он потребовал от аграриев разработать комплексный план по повышению плодородия, почв и урожайности. В рамках мероприятия работает выставка зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники и демонстрации ее в действии. На месте и наша съемочная группа. С подробностями по телефону Виталий Дерявин. День поля ежегодно проводится в преддверии уборочной страды очередной кампании по севу азимов. По данным регионального минфельхоза, в этом году аграриям области предстоит убрать порядка 2,5 миллионов гектар различных сельхозкультур. Уборка уже началась в 25 территориях. Урожайность по азимам сильно разнится. От 25 центров гектара в северо-западных районах области до 7-8 центров центральных. Ожидаемый валовый сбор около 2,2 миллиона тонн, то есть на уровне прошлого года. В работе совещания агрария принял участие в Рио губернатора Дениса Паслера. Погодные условия этого года нельзя считать главной причиной низкой урожайности. В схожих климатических зонах в других регионах страны получают значительно более высокий результат. После теоретической части семинара совещания состоялась демонстрация в работе новейших образцов сельхозтехники. Затем Денис Паслер провел встречу с руководством ряда хозяйств по вопросам развития животноводства. В поселке Саракташ при у губернатора проинспектировал стройку яслей, которая проводится в рамках исполнения программы обеспечения местами в детских садах детей возрастом до 3 лет. Виталий Дерябин, Сергей Пронь для программы новости дня из Саракташского района. И в продолжении темы. Комплексное развитие сельских территорий. Государственная программа, которая начнет работать в стране уже в следующем году. Регионы должны в сжатые сроки подготовить пакет документов для того, чтобы попасть в данную программу, получить финансирование. Речь идет о миллионах бюджетных денег. Главная задача программы – приблизить условия жизни на селе городским. За месяц проделана большая работа. На сегодня в Министерстве сельского хозяйства прошла защита проектов от муниципалитетов на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Сюда входит обеспечение жильем, газификацией и водоснабжение населенных пунктов, возмещение денег студентам, которые получат сельскохозяйственное образование, благоустройство территорий, дороги. По стране это очень большие деньги, 2,3 триллиона рублей. Они будут рассчитаны на 5 лет. По факту, сколько выделить денег в этом году, мы пока эту цифру не знаем, федерации. Но, конечно, каждую цифру будем отстаивать. Сама программа будет еще дорабатываться до 1 декабря этого года. Будут все для защиты бюджета. В конце января, в начале февраля будет уже подписание соглашения между Федеральным министерством сельского хозяйства, правительством Оренбургской области на то, что начать работать. Для разработки новой госпрограммы эксперты проанализировали 133 тысячи российских сельских территорий, где в общей сложности проживает более 37 миллионов человек. Специалистов интересовал уровень комфортности жизни на селе, социальная, транспортная, инженерная доступность. Результаты исследования показали, проблемы накопились. Именно отсутствие определенных условий препятствует увеличению числа желающих быть ближе к земле. А в некоторых случаях приводит даже к оттоку населения и не только из деревень и сел, но даже из райцентров. В Оренбургской области проживает порядка 40% населения. Запуск нового предприятия «Уралмаш» горное оборудование откладывается. Первую плавку работники завода должны были совершить уже завтра, 25 июля. Но сроки перенесли на начало августа. Об этом сегодня сообщил директор компании Алексей Дыгай. На совещании в администрации Орска. По словам Алексея Дыгая, сейчас идет процесс подготовки большой стали плавильной печи. 1 августа запланировано проведение испытаний. К своим обязанностям уже приступили работники механического цеха. На данный момент из «Армета ЮМС» в «Уралмаш» горное оборудование трудоустроено 165 человек. Как сообщает новое руководство, на следующей неделе примут в штат еще 50 сотрудников. В основном рабочих специальностей. Мы набрали уже потенциальных заказов почти на 4 миллиарда рублей. И по мере заключения контрактов будем добирать, 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 добирать людей. Ну, вы должны понимать, 4 миллиарда – это не предел. До конца года, я думаю, что человек 600 уже будет трудоустроен. Напомним, крупнейший машиностроительный концерн региона полностью прекратит свое существование 26 августа. Более 2000 человек станут официально безработными. Председатель профкома «Армета ЮМС» интересуется, как новое руководство в конце года будет набирать сотрудников. Основная масса уже с «ЮМС» уйдет. Уведомления же получили все. Вы тогда потом, говорю, будете с биржи труда набирать? Ну, на что он так среагировал? Я не могу вам сразу сказать, гарантировать, может быть, я завтра уже 600 приму. То есть по мере, как будут такие заказы и какие нужны будут работники. Алексей Дегай предлагает заводчанам подождать. В планах до конца года провести реконструкцию в цехах и заключить новые контракты. Возможно, тогда для них будет работа. И главному политическому событию. Завтра впервые в Оренбурге пройдет образовательный практикум «Инфорум». В его рамках состоится пресс-конференция с временно исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером. Оренбургские журналисты смогут задать волнующие жителей области вопросы. Трансляция мероприятия будет проходить на нашем телеканале. Участниками события станут журналисты в региональных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители газет и телеканалов, представители региональной власти, федеральные эксперты. Главная тема встреч – журналистика и общество. Сейчас идут последние приготовления к медиафоруму. Организуются площадки для обсуждения вопросов и трансляций. Участников ждет насыщенная программа. Это выступление заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого, медиа-исследователя Юлии Загитовой и основателя блогерского агентства Елены Грачевой. В этот день будут работать две секции – печатные СМИ, телевидение. Также пройдут мастер-классы «Трансформация СМИ в мире диджитал. Современные микротренды». Кульминацией событий станет пресс-конференция с временно исполняющим обязанности губернатора области. Денис Паслер ответит на вопросы представителей СМИ – всех, кому интересно развитие региона. Такой открытый диалог проводится в Оренбурге впервые. Организаторами выступают Союз журналистов России и правительство области. И напоминаем, завтра изменится сетка вещания телеканала ОРТ. Наши корреспонденты будут работать на месте событий. Трансляция пресс-конференции с временно исполняющим обязанности губернатора области в прямом эфире ОРТ в 15.30. Сегодня в Оренбурге работает член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Калюшин. Он отмечает хорошую работу областной избирательной комиссии. И заявляет, что рассмотрит все жалобы от кандидатов на участие в выборах губернатора Оренбуржья. В том числе и по сбору подписей. Член Центра избиркома находится в Оренбуржье второй день. За это время он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора, с политическими партиями и выдвиженцами на пост главы региона. Евгений Калюшин обсудил не только, как будут проходить выборы, но также проверил материально-техническую базу территориальных и участковых избирательных комиссий. Сегодня он напоминает, что 28 июля – последний день сдачи документов на регистрацию для участия в выборах. Пока на должность губернатора Оренбуржской области претендует 8 человек. Два кандидата сдали документы. Осталось еще 6 человек. Вчера один из них заявил о том, что он вообще никаких подписей не собирал. Другой тоже, как мне показалось, что вроде собирал. Другие говорят, что не собирал. Поэтому пока непонятно. В ближайшие дни предстоит провести проверку собранных подписей. Без внимания Евгения Калюшина не останется и заявления граждан о том, что некоторые кандидаты их собрали больше, чем прописано законодательством. Если факт подтвердится, то в региональном избиркоме будет собрана комиссия. В течение 10 дней специалисты решат, есть ли основания для отказа в регистрации кандидата для участия в выборах. Прервемся на блок коммерческой информации. Продолжим сразу после него. Не переключайтесь, и вот о чем узнаете во второй части выпуска. Кто быстрее может накопить на жилье? В рейтинге регионов Оренбург в самом центре. Интерактивные технологии и синхронный перевод. Оргкомитет форума Евразия Глобал о последних приготовлениях. Работа не для слабонервных. Завтра профессиональный праздник отметят следователи. Это новости дня. Мы продолжаем. Своё жильё за минимальное время. Аналитики определили российские города, где накопить на квартиру легче и быстрее всего. Расчёт специалисты портала «Домофонд» произвели на примере семьи из двух работающих человек. Важное условие – доход каждого соответствует средней зарплате в регионе. А половину этой суммы можно отложить для будущей покупки жилья. Быстрее всего собрать деньги на покупку двухкомнатной квартиры смогут жители Магнитогорска. Для этого им понадобится больше трёх с половиной лет. Второе и третье место делят Нижний Тагил и Мурманск. Там для приобретения жилья потребуется ровно четыре года накоплений. В столице этот процесс займёт 14 лет. В Севастополе ещё на один год дольше. А замыкает рейтинг Сочи. Среднестатистической семье в этом городе придётся откладывать половину дохода на протяжении почти 18 лет. Оренбург в этом списке занимает 41-ю строчку. По мнению аналитиков «Домофонда», копить на квартиру жителям региона нужно 7 лет. Иностранная валюта серьёзно потеряла в цене. За минувшие сутки евро подешевел на 32 копейки, опустившись на рекордные показатели с начала года. Курс валют вы видите на своём экране. Мы спросили оренбургцев, сколько, на их взгляд, понадобится времени для накопления средств на квартиру. Мнения жителей областного центра разделились. Подробности далее. Если как сегодня, то лет 10-12. Маленькую квартирку такую. Ну, зарплаты такие маленькие. С условиями жизни я не знаю. Лет 20 точно, наверное. 15-20. Ну, я своим детям в течение 10 лет ипотеку погасил. При нормальной зарплате, ну, лет 5 точно. Если хорошая зарплата и подорожание поменьше будет, то можно накопить. 15, может, даже и 20 лет, чтобы там откладывать. А когда семья имеет детей, то, наверное, ещё дольше. 20-точку платят, если нереально просто накопить. Если откладывать, то это, ну, может, две жизни займёт, где-то так. Ну, вот сам плачу ипотеку. 15 лет буду платить. Наш экспресс-опрос показал. Большинство оренбургцев, а это 60%, считают, что для накопления денег на квартиру им понадобится не меньше 12 лет. Многие указывают срок в 20 лет. 30% респондентов уверены, приобретение жилья возможно только если взять ипотеку. С таким расчётом, по их мнению, это удастся сделать не меньше, чем через 10 лет. И 10% опрошенных говорят, что покупку можно совершить спустя 5 лет, если ежемесячно откладывать средства. И мы продолжаем следить за ходом ремонта дорог в Солилецке. Это самая масштабная реконструкция уличной дорожной сети в регионе. Но местные жители жалуются на то, что работы затягиваются. Напомним, за разъяснением ситуации мы обратились в Министерство строительства и дорожного хозяйства области. Сегодня удалось получить первые комментарии. Кто контролирует качество работ? Почему затягивается реконструкция дорог? И смогут ли подрядчики уложиться в срок, если работают такими темпами? Официальный запрос от редакции направлен в Министерство строительства и дорожного хозяйства Оренбургской области 22 июля. В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования и местного значения обеспечивается органами местного самоуправления. Поэтому ваш запрос мы направили в администрацию Солилецкого городского округа и в установленные законом сроки мы направим вам ответ. Солилецкой администрации по телефону подтвердили, что готовит ответ. Подробности пока не сообщаются. Совпадение или нет, но на улице Крюковской накануне появилась техника. Дорожники начали укладывать асфальт. Напомним, жители именно этого микрорайона обратились в редакцию ОРТ. И в продолжении дорожной темы. Ремонт не без изъянов. В редакцию ОРТ обращаются жители из разных городов и районов области. Оренбуржцы рассказывают, что повсеместно полным ходом идет реконструкция магистрали. Но вместе с тем жизнь пешеходов и водителей не улучшается. В чем причина? Ситуация разбиралась анонимых. Оренбург, проспект Дзержинского. Ремонта этого участка горожане ждали много лет. В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реконструировано 2 километра полотна. А вот так теперь выглядит территория у остановочных павильонов. Вот эти ямы надо наступить вот сюда, потом на парку, потом и сюда. Только тогда можно попасть в автобус. Ничего нету. Надо делать все. А что будет делать? К автобусу как вы прибираетесь? Вот так прыгаем. В городской администрации признаются, на латание дыр не хватило денег. В рамках контракта по программе «Безопасные качества» на автомобильной дороге этот момент не был учтен. Выделилась ценная сумма денег. Ну, естественно, мы же не можем там какую-то улицу выбросить из флана. Где-то пришлось идти на определенные сокращения объемов работ. В ближайшее время уже на торги выставляется отдельный лот именно по благоустройству данных территорий. По всем объектам БКД это будет. То есть ртуары, остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам. А это уже Орск. В этом году по нацпроекту и на средства из регионального бюджета будет отремонтировано сразу 20 участков дорог. Таких масштабных работ столицы Восточного Оренбуржья еще не видела. Тем не менее, критики в адрес дорожников у орчан меньше не становятся. Тяжело очень переходить дорогу с маленьким ребенком на коляске. Это вообще невыносимо. Делают плохо. Ремонт? Да, 3-4 года и по новой. И самое смешное, вот начали делать в сторону Шевченко ремонт. А на нефтяники там вообще перейти невозможно. В администрации Орска объясняют. В этом году в рамках нацпроекта дороги ремонтируют по новой технологии. На полотно укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон. По заверениям специалистов, это гарантия высокой прочности. Пока работы не завершены даже наполовину, поэтому судить еще рано. Масштабная реконструкция идет и в Бузулуке. Новоасфальт появился даже на тех участках, где его десятилетиями не было вообще. На ремонт выделена рекордная для города сумма – более 72 миллионов рублей. Расширяются улицы с интенсивным дорожным движением. С нуля строятся пешеходные зоны. Своё мнение о работе дорожников горожане высказывают в социальных сетях. Дорогу от переезда до вокзала сделали. Пора бы уже съезды с нее начинать делать. Возле локомотива в сторону седьмого микрорайона вообще поворачивать тяжко. Съезд дорожный на микрорайоны тоже не сделали. И с объездной, когда на больницу поворачиваешь 50 метров. В администрации Бузулука говорят, по нацпроекту они должны отремонтировать только главные магистрали. Что же касается съездов, средств на это пока не выделено. Анонимых Константин Воробьев, Новости дня. И добавим, после выхода сюжета в эфир, по словам наших телезрителей, дорожные работы на проспекте Дзержинского продолжились. Исправляют огрехи на остановочных павильонах, на подходах к тротуарам и пешеходным переходам. Если и вам есть чем поделиться с журналистами ОРТ, звоните на телефон горячей линии 8 800 257 00. Мы расскажем о вашей ситуации в нашем эфире. Напоминаю, звонок бесплатный. Международный молодежный форум Евразия Глобал ждут кардинальные изменения. Все площадки будут оборудованы синхронным переводом на двух языках – русском и английском. Изменятся и бейджи участников. В них вшита специальная метка для получения доступа к интерактивным технологиям. А кроме того, бейдж будет содержать QR-визитку, что облегчит обмен контактами. Об этом рассказали на Оргкомитете. Форум будет проходить с 12 по 18 августа. Организаторы заверяют, что практически все готово. От регистрации участников до бытового комфорта. Сейчас идет активная работа по привлечению гостей форума. Уже подали заявки 112 стран. Это представители всех континентов. Большинство – постоянные участники форума. У нас он теперь зафиксирован на двух языках, поэтому нам нужно было экстренно поменять все необходимые условия, чтобы никто не чувствовал никакого дискомфорта. Чтобы мы могли обеспечить качественный одновременный сурдоперевод. У нас сегодня мы вообще очень серьезно поработали с переводчиками. Изменения в этом году ждут и волонтерский корпус. Теперь это представители всех субъектов страны. Есть договоренности и о деловых и тематических площадках. Их будет более ста. В рамках форума проводятся конкурсы молодежных проектов. Общий призовой фонд – около 6 миллионов рублей. Рассчитано, что сумма от Росмолодежи пойдет на совместные проекты, которые будут делать ребята из России и других стран. Фонд Горчакова настроен на поддержку иностранных наших участников. Критерии в данной ситуации – это необходимость, инновационность, важность проекта. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы была какая-то предыстория. Форум проводится в четвертый раз и третий год на территории Оренбургской области. С 2017 года Евразия входит в пул всероссийских форумных площадок. Работа не для слабонервных. Завтра свой профессиональный праздник отмечают следователи. Люди, на чьих плечах раскрытие самых резонансных уголовных дел. Как им удается сохранить самообладание при осмотре мест происшествий? Поступают ли сотрудникам угрозы? И легко ли вывести преступника на чистую воду? Ответы на эти вопросы искала моя коллега Анастасия Синченкова. 3 августа 2018 года. 29-летний парень выходит из дома. По этой проселочной дороге он идет к местной роще. На другой стороне находятся дачи. До них молодому человеку добраться уже не удается. Он пропадает без вести. На месте, где в последний раз видели пострадавшего, проходит поисковая операция. Территория делится на квадраты. Каждый осматривает свой участок. Личные вещи, мобильный телефон, любая зацепка поможет установить, что на самом деле произошло в Саренбуржце. Рассматриваем все версии, в том числе факт. Не отрицаем, что смерть может носить криминальный характер, некриминальный характер. Не исключаем версию того, что до сих пор человек жив. По тем или иным причинам скрывается. Это уголовное дело находится в производстве Сергея Новоселова. Он занимается раскрытием сразу нескольких правонарушений. Убийство, изнасилование, коррупционные преступления. Не запутаться в уликах и доказательствах помогает только профессионализм. Старший лейтенант признается, сохранять холоднокровие – это тоже часть работы. Следователь не имеет права показывать чувства на месте преступления. Перед ним стоит только одна задача – привлечь виновного к ответственности. Я думаю, каждого человека удивляет человеческая жестокость, когда мы начинаем с этим работать. То есть каждый человек, кто становится следователем, с ней сталкивается. И немного, так скажем, неправильно будет сказать, что мы меняем отношения к людям. Мы становимся более настороженными. Вернуться домой даже в 8 вечера удается крайне редко, говорит Сергей Новоселов. Работы занимают большую часть времени. Даже будущую жену он встретил в следственном управлении. Она еще студенткой, пришла работать общественным помощником. От службы отказалась. Шутит – хоть кто-то должен быть дома. Постоянное дежурство, работа до позднего времени. Что, в принципе, ну, как бы семейный быт с этим человеком будет немного сложнее. С человеком этой профессии. Быть следователем значит пропускать семейные праздники, выезжать на преступления в любое время суток. Даже в День следователя они будут на боевом посту, чтобы охранять покой горожан и наказывать тех, кто пресекает закон. Анастасия Синченкова, Владислав Горбунов и Георгий Бурлутский. Новости дня. От всего телеканала мы поздравляем всех сотрудников Следственного комитета и желаем всего наилучшего. О том, как проходит один День следователя, подробно зрители могут познакомиться в одноименном проекте ОРТ. На нашем сайте все самое интересное о представителях самых разных профессий. Выпуски программы «Один день» доступны на media56.ru. Там же вы сможете вернуться к обзору новостей и присоединяйтесь к нашим официальным группам в социальных сетях. В любое время, в любой точке мира вы в курсе новостей Оренбуржья. На этом у нас все. Я передаю слово нашему спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Желаю вам хорошего вечера. До свидания. Оконная компания «Сок». Окна и ремонт окон любой сложности. Отделка балконов. Цены завода «Самары». Чистота после монтажа. Компания «Сок». Окна, проверенные временем. Аксакова 28. Телефон 306666. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова